Всем привет! Сегодня буду вязать такие тапочки-слитки. Для тапочек я использовала пряжу акрил 100% 300 метров на 100 грамм и спицы номер 3,5. Тапочки начинаем вязать с мыска, снизу вверх. Сначала вяжем платочной вязкой, потом трехцветным узором. Дальше вяжем боковины тапочек платочной вязкой. Дальше вяжем нижнюю часть тапочек платочной вязкой. В конце вяжем подошву и задник тапочек. На спице белой ниткой набрала 12 петель. Приступаем к вязанию мыска. Вяжем первый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Последняя петля кромочная изнаночной петлей. Второй ряд. Первая петля кромочная, 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями. На спице осталась одна петля, 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Провязала второй ряд. Третий ряд. Первая петля кромочная и все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Накиды тоже провязываем лицевыми петлями. Четвертый ряд. Четвертый ряд. Снова увеличиваем на 2 петли с помощью накидов. Первая петля кромочная, 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями. На левой спице осталась одна петля, 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей. Пятый ряд. Первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Вяжем лицевыми петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями. Кромочная петля кромочная и до последней петли вяжем лицевыми петлями. На левой спице осталась одна петля, 1 накид и кромочная и изнаночной петлей. Седьмой ряд. Все петли ряда провязываем лицевыми петлями. Провязала 7 рядов. По такому принципу, как вязала предыдущие 6 рядов, вяжем еще 8 рядов. Вяжем до тех пор, пока на спице не станет 26 петель. Четные и нечетные ряды провязываем лицевыми петлями. Только в каждом четном ряду добавляем по 2 петли с помощью накидов. Вяжем еще 8 рядов. Провязала еще 8 рядов. На спице у меня 26 петель. Дальше мы сок будем вязать трехцветным узором. Крепим зеленую нитку и следующих 2 ряда будем вязать зеленой ниткой. Раппорт узора составляет 6 рядов в высоту и 3 петли в ширину. Вяжем 16 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 2 петли лицевые, 1 петлю снимаем не провязанной, нить за работой. Провязали раппорт. И снова. 2 лицевые, 1 петлю снять. 2 лицевые, 1 петлю снять. И так вяжем до конца ряда. И последняя петля кромочная и изнаночной петлей. 3 петли. 17 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петлю снимаем не провязанной нить перед работой. 2 петли лицевые. Провязали раппорт. И снова повторяем. 1 петлю снимаем не провязанной нить перед работой. 2 петли лицевые. И так вяжем до конца ряда. 1 петлю снять, 2 лицевые. Следующие 2 ряда вяжем белой ниткой. 18 ряд. Первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт. 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой. 2 петли лицевые. Провязала раппорт и снова. 1 петлю снимаем не провязанной нить за работой. 2 петли лицевые. Провязала второй раз раппорт. И по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда. 1 петлю снимаем, 2 лицевые. 19 ряд первая петля кромочная дальше вяжем раппорт 2 петли лицевые одну петлю снимаем непровязанной нить перед работой провязала раппорт и снова 2 лицевые одну петлю снимаем непровязанной нить перед работой провязала второй раз раппорт и по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда 2 лицевые одну петлю снимаем следующих два ряда будем вязать ниткой горчичного цвета крепим нитку и вяжем 20 ряд первая петля кромочная дальше вяжем раппорт 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой и одна петля лицевая провязали раппорт и снова повторяем лицевая одну петлю снять лицевая провязали второй раз раппорт и по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда 21 ряд 1 петля кромочная и дальше вяжем раппорт 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной перед работой 1 петля лицевая провязала раппорт и снова лицевая одну петлю снять лицевая провязала второй раз раппорт и по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда провязала 6 рядов узора дальше будем вязать повторяя схему 16 по 21 ряд только будем провязывать так мы провязали 2 ряда зеленой 2 ряда белой и 2 ряда горчичной дальше мы будем провязывать еще 2 ряда белой и будем повторять 2 ряда зеленой 2 ряда белой 2 ряда горчичной и 2 ряда белой а схему будем повторять 16 по 21 ряд следующие 2 ряда вяжем белой ниткой вяжем так как вязали 16 ряд вяжем 22 ряд 1 петля кромочная и дальше вяжем раппорт 2 петли лицевые одну петлю снимаем не провязана нить за работой и снова 2 лицевые одну петлю снять 2 лицевые одну петлю снять и так вяжем до конца ряда 23 ряд 1 петля кромочная дальше вяжем раппорт одну петлю снимаем 2 петли лицевые вязала раппорте снова одну петлю снимаем 2 лицевые и так вяжем до конца ряда одну петлю снять 2 лицевые следующих 2 ряда вяжем зеленой ниткой и повторяем схему 18 19 ряда вяжем 24 ряд 1 петля кромочная дальше вяжем раппорт одну петлю снимаем не провязана не заработает 2 петли лицевые вязала раппорт и снова одну петлю снимаем 2 лицевые и так вяжем до конца ряда одну петлю снять 2 лицевые 25 ряд 1 петля кромочная и дальше вяжем раппорт 2 петли лицевые одну петлю снимаем не провязана нить перед работой провязала раппорт и снова повторяем 2 лицевые одну петлю снять и так вяжем до конца ряда 2 лицевые одну петлю снять следующих 2 ряда 26 и 27 ряд будем вязать так как вязали 20 и 21 ряд только белой ниткой вяжем 26 ряд 1 петля кромочная и дальше вяжем раппорт одну петлю провязываем лицевой одну петлю снимаем не провязана нить за работой и одна петля лицевая провязали раппорт и снова повторяем лицевая одну петлю снять лицевая и так вяжем до конца ряда 27 ряд 1 петля кромочная и дальше вяжем раппорт 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязана нить перед работой 1 петля лицевая провязали раппорт и снова лицевая одну петлю снять лицевая и так вяжем до конца ряда провязала 27 рядов мыска по такой схеме как вязала предыдущие 12 рядов вяжем еще 38 рядов вяжем повторяя схему с 16 по 21 ряд только чередуем цвета дальше будем вязать 2 ряда горчичной ниткой 2 ряда белой ниткой 2 ряда зеленой ниткой и 2 ряда белой и снова горчичная белая зеленая белая вяжем еще тридцать восемь рядов провязала еще тридцать восемь рядов узора вместе у меня провязано 65 рядов зеленую горчичную нитку обрезаем дальше вяжем белой ниткой вяжем шестьдесят шестой ряд первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями 67 ряд первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями провязала 67 рядов мыска мысок у меня получился 13 сантиметров в длину 9 с половиной сантиметров в ширину мысок готов дальше будем вязать боковины тапочек боковины будем вязать белой ниткой провязываем так первая петля кромочная 8 петель лицевых эти первые 9 петель будут петлями первой боковины дальше следующие 8 петель закрываем и на левой спице осталось 9 петель это будут петли второй боковины петли первой боковины пока откладываем на допустим спицу и провязывать не будем будем вязать сначала вторую боковину переносим 9 петель на дополнительную спицу вязать боковины будем лицевыми петлями платочной вязкой вяжем первый ряд 2 боковины первая петля кромочная и до конца ряда провязываем лицевыми петлями последняя петля кромочной изнаночной петлей провязала первый ряд разворачиваем и вяжем второй ряд первая петля кромочная 7 петель лицевых и последняя петля кромочной изнаночной петлей провязала 2 ряда 2 боковины под такой схеме как вязала предыдущих два ряда вяжем еще 16 рядов провязала еще 16 рядов вместе у меня провязана 18 рядов боковины 2 19 ряд нам нужно увеличить на одну петлю вяжем так первая петля кромочная подхватываем вот эту часть следующие петли одеваем ее на левую спицу и провязываем лицевой петлей и дальше до конца ряда вяжем лицевыми петлями двадцатый ряд все петли ряда лицевые двадцать первый ряд тоже увеличиваем на одну петлю первая петля кромочная подхватываем вот эту часть петли следующий одеваем на левую спицу и провязываем лицевой петлей и дальше до конца ряда все петли лицевые 22 ряд провязываем все петли ряда лицевыми 23 ряд снова увеличиваем на одну петлю первая петля кромочная подхватываем эту часть петли одеваем на левую спицу провязываем лицевой и до конца ряда все петли ряда провязываем лицевыми петлями 24 ряд все петли ряда лицевые 25 ряд снова увеличиваем ряд на одну петлю 26 ряд все петли ряда лицевые 27 ряд снова увеличиваем на одну петлю 27 ряд снова увеличиваем на одну петлю 28 ряд все петли ряда лицевые провязала 28 рядов на спице у меня 14 петель дальше двадцать девятый и тридцатый ряд уже не увеличим а просто провязываем лицевыми петлями вяжем 29 ряд 1 петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями разворачиваем и вяжем 30 ряд 1 петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями провязала 30 рядов 2 боковины закрываем петли петли закрываем до последней петли последняя петля будет началом набора петель для подошвы закрыла петли у меня осталась одна петля нитку не обрезаем и приступаем к вязанию первой боковины возвращаемся к начальным 9 петлям переносим их на спицу с дополнительной спицы дальше крепим белую нитку от второго клубка первый ряд мы уже провязали начале первой боковины разворачиваем и вяжем второй ряд первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями 3 ряд 1 петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями провязала 3 ряда первой пока видно по такой схеме как вязала предыдущих два ряда вяжем еще 15 рядов провязала 1 18 рядов 1 боковины 1 боковине добавляем одну петлю 19 ряду вяжем так первая петля кромочной и до последней петли провязываем лицевыми петлями 7 петель провязываем лицевыми петлями дальше из предыдущие петли подхватываем вот эту часть и провязываем ее лицевой петлей последняя петля кромочная изнаночной петлей провязали 19 ряд разворачиваем и вяжем 20 ряд 1 петля кромочная до конца ряда вяжем лицевыми петлями и двадцать первый ряд снова увеличиваем на одну петлю первая петля кромочная и до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице осталась одна петля подхватываем эту часть предыдущие петли и провязываем лицевой петлей последняя петля кромочная изнаночной разворачиваем и вяжем 22 ряд 22 ряд все петли лицевые 23 ряд увеличиваем снова на одну петлю первая петля кромочная до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице осталась одна петля с предыдущие петли подхватываем вот эту часть и провязываем ее лицевой петлей и последняя петля кромочная разворачиваем и вяжем 24 ряд 1 петля кромочная и все петли ряда лицевые 25 ряд снова увеличиваем на одну петлю вяжем лицевыми петлями до последней петли предыдущие пике подхватываем вот эту часть и провязываем ее лицевой петлей и последняя петля кромочная двадцать шестой ряд все петли ряда лицевые 27 ряд снова увеличиваем на одну петлю первая петля кромочная и до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице осталась одна петля подхватываем эту часть петли и провязываем лицевой петлей последняя петля кромочная изнаночной петлей 28 ряд все петли ряда лицевые провязала 28 рядов на спице у меня 14 петель следующих два ряда 29 30 ряд вяжем лицевыми петлями вяжем 29 ряд 1 петля кромочная до конца ряда вяжем лицевыми петлями 30 ряд первая петля кромочная и все петли ряда лицевые провязала 30 рядов первой боковины дальше закрываем петли обрезаем нитку и первая боковина тоже уже готова вяжем лицевыми петлями 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 в верхняя часть тапочек готова дальше будем вязать нижнюю часть тапочек для начала нам нужно набрать петли петли начинаем набирать с начальной петли с этого угла вот так по нижнему краю и к этому углу набираем петли набрала сто десять петель дальше все эти сто десять петель провязываем 10 рядов платочной вязкой лицевые изнаночные ряды провязываем лицевыми петлями начинаем вязание на изнаночной стороне вяжем первый ряд первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями так провязываем 10 рядов провязала 10 рядов нижней части тапочек платочной вязкой дальше в конце 10 ряда по этому краю набираем петли для задника набрала петли для задника у меня получилось 18 петель на спице у меня 128 петель и дальше вяжем 11 ряд все сто двадцать восемь петель провязываем лицевыми петлями первая петля кромочная и до конца ряда все петли ряда провязываем лицевыми петлями провязала 11 ряд теперь в конце 11 ряда набираем тоже 18 петель для задника 3 4 4 4 5 в an в в в 17 петель по второму краю вместе у меня на спицах сто сорок шесть петель и дальше в следующем ряду приступаем к вязанию подошвы для начала провязываем первые шестьдесят семь петель 1 петля кромочная и шестьдесят шесть петель провязываем лицевыми петлями провязала первые шестьдесят семь петель дальше на центральных 12 петлях будем вязать подошву вяжем первый ряд подошвы 11 петель лицевых и две петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем второй ряд первая петля кромочная 10 петель лицевых и две петли провязываем вместе лицевой петлей провязала второй ряд разворачиваем и вяжем третий ряд первая петля кромочная 10 петель лицевых и две петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем четвертый ряд первая петля кромочная 10 петель лицевых и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей провязала четвертый ряд провязала четыре ряда подошвы по такой схеме как вязала предыдущих два ряда вяжем еще восемьдесят восемь рядов лицевые ряды провязываем кромочная 10 петель лицевых и две петли вместе изнаночной петлей изнаночные ряды провязываем кромочная 10 петель лицевых и две петли вместе лицевой петлей вяжем до тех пор пока на спицах останется с обеих сторон по 21 петли и центральные 12 петель вместе пятьдесят четыре петли провязала подошву еще восемьдесят восемь рядов вместе у меня провязана девяносто два ряда на спицах с обеих сторон у меня осталось по двадцать одной петли вяжем девяносто третий ряд первая петля кромочная 9 петель лицевых и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем девяносто четвертый ряд первая петля кромочная 8 петель лицевых и три петли провязываем вместе лицевой петлей разворачиваем и вяжем девяносто пятый ряд первая петля кромочная 7 петель лицевых и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем девяносто шестой ряд первая петля кромочная 6 петель лицевых и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей разворачиваем и вяжем девяносто седьмой ряд первая петля кромочная 5 петель лицевых и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем девяносто восьмой ряд первая петля кромочная 4 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей провязала девяносто восемь рядов подошва такая подошва у меня получилось на спицах у меня осталось обеих сторон по 18 петель и центральные 6 петель подошвы на этих центральных шести петля будем вязать дальше задник вяжем первый ряд задника первая петля кромочная 4 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей провязала первый ряд разворачиваем и вяжем второй ряд первая петля кромочные 4 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей провязала 2 ряд задника по такой схеме как вязала предыдущих два ряда вяжем до тех пор пока на спицах не останется 6 петель провязываем еще 34 ряда провязала задник вот такой задник у меня получился дальше на спице у меня осталось 6 петель закрываем эти 6 петель и закрыла петли теперь осталось ввязать следок по верхнему краю можно обвязать зеленой горчичной или белой ниткой вот так по верхнему краю я вяжу белой ниткой 0 0 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует...